Сейчас мы вам выпишем все-таки больничный лист, для того, чтобы иметь возможность обследовать вас, сделать кардиограмму, анализ крови, клинический, биохимический, анализ мочи, поконтролировать давление в течение нашего промежутка времени и подобрать вам соответствующий препарат. В 8 утра открывается дверь участкового врача-серапевта и на очереди первый пациент. Раннее выявление гипертонической болезни – одна из задач, которую ставит перед собой врач Авдеева. Каждый день Инна Владимировна принимает более 30 пациентов. Всего на участке терапевта проживает порядка 2000 человек. Наступило время обеда, но Инна Авдеева отправляется не в столовую, а на вызовы, поступившие с участка. В период эпидемии их количество в день может доходить до 20. Но времени хватает на все, даже на преподавательскую деятельность по предмету сестринское дело. У меня студенты второго курса нашего медицинского колледжа областного. Инна Владимировна Авдеева закончила Ярославскую медицинскую академию. После интернатуры в 2000 году пришла работать в Раменскую ЦРБ, где трудят с участковым врачом-серапевтом по сей день. У нас широкий спектр. То есть мы встречаемся, можем прийти к нам пациент с пневмонией, тут же зайти с гипертонической болезнью, тут же с проблемами в позвоночнике, тут же боль в животе. Мы все-таки контролируем диспансерную группу, контролируем участников войны инвалидов, войны афганцев. То у нас, конечно, плюс в том еще заключается, что снижена смертность населения. То есть если мы делаем отчет вот за три года, допустим, как сейчас я представляю на конкурс, то я считаю, что у нас за эти три года снизилась смертность. Поэтому я в этом вижу большой плюс. Когда хороший налажен контакт с участком, то с жителями приятно общаться. В перспективах врача-терапевта Инна Авдеева пройти цикл специализации по кардиологии и курсы усовершенствования по терапии. А главное – продолжать улучшать качество оказываемой медицинской помощи населению, активнее работать с диспансерной группой больных. Ну, наверное, это вся моя жизнь. Продолжение следует...